Систему лицензирования врачей предлагает ввести глава Минздрава по плану. Раз в пять лет сотрудники системы должны будут проходить проверку, что, по словам Аллы Немеренко, обширно практикуется в европейских странах. Такая практика, уверена чиновница, повысит качество предоставляемых услуг и изменит отношение некоторых врачей к пациентам. Предлагается и наказание для тех, кто не справится с поставленной задачей. В профильной федерации, в свою очередь, считают, что проект необходимо тщательно проанализировать, прежде чем реализовывать на практике. Во всем мире, раз в пять лет, каждый врач должен продемонстрировать результаты своей деятельности. То, что он добросовестный, работает над собой, проходит абсолютно все курсы повышения квалификации, не имеет за собой конфликтных ситуаций, случаев злоупотребления служебным положением, плохого отношения пациентов и многого другого. По словам министра, врачей, которые покажут плохие результаты, могут понизить в должности и отправить на курсы, оплатить которые они должны будут из своего кармана. Это право на практику ты не можешь взять на следующий период, поэтому делается вывод, недопущен, понижен в должности, должен отправиться на обучение за свой счет. На просьбу прокомментировать инициативу главы Минздрава, представители профсоюза в сфере здравоохранения, говорят, что ждут официальной версии идеи, но отмечают, что уже сейчас врачей раз в пять лет оценивают профильные комиссии. Госпожа министр представила позицию относительно проекта или позицию министерства, но для того, чтобы реализовать это, очевидно, все подлежит обсуждению. Не знаю, какое у нее видение на этот счет, что за комиссия, какие будут критерии оценки, потому что сегодня, если говорить о врачах, фельдшерах, то они все равно раз в пять лет оцениваются профильной комиссией. Мы обязаны проходить курсы по обращению с медотходами, их утилизацией и так далее. Между тем, Алла Немеренко отметила, что инициатива направлена не на сокращение численности медперсонала, а на поощрение их добросовестному и ответственному выполнению своей работы. По данным Национального агентства общественного здоровья, в прошлом году в государственных медучреждениях страны был зарегистрирован дефицит около тысячи специалистов.